Всем привет! Сегодня у нас будет видос про бюджетные кроссовки на лето. Мы вроде бы тысячу лайков не собрали, чтобы это были кроссовки до пяти тысяч, но оно не так уж и плохо, потому что до пяти тысяч их немного. Я взял рамки до шести, хотя там за шесть перелетели только вроде бы две пары из пятнадцати вариантов, которые я нашел. Сразу же говорю, то что собирать топ из говна и палок не очень хорошая идея, и если у вас прям ограниченный бюджет, и вы прям совсем не можете никак выбраться из бюджета 5-6 тысяч, то крепитесь, вот этот видос точно для вас. Но если у вас есть вариант где-то перебиться там еще тысячоночкой, тогда, конечно, лучше посмотрите предыдущий видос. Те же самые там НБшки какие-нибудь классные с сеткой под винтаж сделаны, будут стоить на тысячу дороже, но гораздо лучше и прикольнее выглядеть. Поэтому приятного тебе аппетита, приятного просмотра, и надеюсь, у тебя есть чуть больше денег, потому что в этой подборке очень странные кроссовки. Рубль падает, кроссовки дорожают, а носить что-то надо. Погнали! А начнем мы эту подборочку с бренда Adidas, потому что у Adidas на данный момент, по-моему, самый большой выбор ассортимента, плюс небольшие цены. Первая пара Adidas Ultima Show. Не знаю, как вы относитесь к таким силуэтам, но 3200 рублей, если вы подписчик группы Бай, в которую я пощу скидки на кроссовки и промо-коды на минус 20%, тогда 3200 вам она точно обойдется, и это хорошая цена. При том то, что хорошее количество размеров. Я думаю, вы сможете найти что-то и для себя. Лучшими кроссовками на лето у нас станут тапки, как бы это банально не звучало, но Adidas New Adilet. Выглядят неплохо такие сандальки, и вот это вот одна из пар, которая у нас достигает рубежа в 6000 рублей. Это уже, конечно, не кроссовки, но на лето будет самой лучшей обувью. Можете найти что-то побюджетнее, возможно, на том же самом Asos, но ссылочку на эту пару я оставляю внизу. Ну и, конечно же, мы не можем не взять вариант Adilet. Тапки, обычные тапки Adidas 2400 по промокодику, вы сможете их приобрести. И если где-то найдете Adilet Boost, на данный момент я ношу их постоянно. Очень удобная пара. Но если отвлечься от тапок, давайте возьмем Swift Run X. Неоднозначное решение, но все-таки 3500 рублей, если у вас очень ограниченные средства, либо вы смотрите кому-то в подарок, типа бате, и ему без разницы, какие кроссовки носить, вот, ну, в принципе, это вообще неплохой силуэт. Полностью черный, лично мне нравится. Ну и цена в 3500 нравится еще больше. И последняя пара от Adidas, которую могу прям вот порекомендовать, это The X-Flux. Лично я их обожаю, Канье также их когда-то носил, но это было давно. Сейчас вряд ли бы он такой одел, а я бы надел с удовольствием. 4200 рублей по промокоду, отличный прайс, но это больше на прохладное лето, либо на какую-то дождливую погоду. После такого быстрого обзора на кроссовки Adidas, которые могут подойти на это лето, мы перейдем к Reebok. Всего пару моделей я нашел, которые бюджетненькие. Это Reebok Royal Hyperion. Цена 3500 рублей, не знаю, что сказать. Ну, самые обычные кроссовки Reebok. Ничего нового такого, типа не флагманская модель. Просто и неплохо выглядит за хорошую цену. И еще одно, это Reebok Eighton Premium Pump Paris. Размеров очень мало, но они иногда всплывают. Чаще всего мелкие лежат, поэтому если вы девушка, либо у вас очень маленькая ножка, вы точно сможете их купить без проблем. А если у вас уже большая нога, придется поохотиться за ними. Но за 5000 рублей офигительная пара. И тоже, скорее всего, на прохладное лето. С Reebok закончили, потому что на сайте мало. Реально мало бюджетных кроссовок. Особенно до 5000-6000 рублей, которые подойдут на лето. Переходим к Nike. Вот там вот реально было еще сложнее. Потому что Nike любят хорошие высокие цены. И доставку в 750 рублей никто у них не отменял. Но все-таки Nike Reposto. 5,280 плюс доставка 750. Как раз в 6000 рублей мы с вами укладываемся. Большое количество размеров. Поэтому, возможно, вам зайдет несколько расцветок. Там сейчас на сайте присутствует. Конечно, если мы говорим про лето. Опять же, давайте тапочки какие-нибудь возьмем. Например, Jordan Crater. Когда выкладываю их в buy, вижу, что люди реагируют на них хорошо. Также цена 5,280. Небольшое количество размеров. Но есть большие. Плюс доставка 750 рублей. Как раз-таки в бюджет до 6000. Мы вкладываемся. Но это при условии того, что вы ищите хотя бы и тапки. Не только кроссовки. И последний аппарат Nike это Nike Tanjun. Да, они есть в спортмастере. На официальном сайте бренда они стоят 4200 рублей. 750 рублей доставка. В пятерку укладываемся. Либо можете посмотреть в своем местном спортмастере. По факту, это замена обычным Rosh Run'ам. Которые были популярны очень давно. Очень давно. Да. А, ну и конечно, Monarchi на лето. Тоже там до 4000 рублей можно купить. Следующий совет просто такой обобщенный. Купите себе кроксы. Полутапки, полукроссовки. Не знаю, как это правильно назвать. Цены 3-4-5 тысяч рублей максимум. Есть интересные коллаборации. По-моему, сейчас они набирают популярность. И хорошие рэперы делают. Ну или просто музыканты, артисты делают пары. Тот же самый Джастин Бибер, Пост Малон. Что будет дальше, мне реально интересно. И будем завершать подборку этих бюджетных, плохих и не очень кроссовок на лето. Диадора Дистанц 280. Вообще, в принципе, зайдите на сайт Суперстеп. Там сейчас много хороших предложений, но надо выцеплять по размерам. Многие из этих предложений не могу вставлять, потому что реально, ну там 36 размер на момент записи вот этого вот видоса. Но утром какого-нибудь дня там может появиться и более хорошая размерная сетка. 3 990 рублей, поэтому залетайте, берите. Вроде бы неплохо. Засунем сюда, конечно же, конверс по 3 300. Ну и можно 1000 за 4 найти там же в Энсике. Не знаю, это все-таки, наверное, на дождливое лето. Либо если вы любите, когда ваша нога немножечко потная. И два последних варианта. Это Асикс Гель 1090. Тоже более весенняя или осенняя пара, но вечерком, я думаю, будет в них вообще хорошо. Немножечко сетка присутствует, плюс присутствует прайс в 4900 рублей. Несколько расцветок сможете там найти, но вот с размерами будет немножечко хуже обстоять дела. И последнее. Самая последняя пара для этого топа. Асикс Лайт Джоггер. Очень старая модель. Тоже когда-то давно была популярна. Сейчас вряд ли. Ну не сказать, что прям сильно популярна, но пользовалась спросом. Особенно с ценой 3390 рублей. Выглядит вроде бы неплохо, напоминает те же самые Танжуны от Найки. Решайте вам, что нравится больше. Но цены уже гораздо приятнее, нежели прошлая подборка 10-12 тысяч. Но понимаете, где популярные пары, а где вот это. Большой или небольшой топ кроссовок до 6000 рублей получился? Не знаю, банальный или нет. Вряд ли банальный, потому что найти такие кроссовки реально под силу не каждому. Но надеюсь, что-то выцепил ты и для себя. Если что, ссылочки все в описании оставляю. Размеры проверяйте сами. Цены смотрите сами. Промокоды в группе Buy. Надеюсь, ты сможешь купить что-то поинтереснее. На этом было все. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok